Ха-ха-ха-ха, веселёнки, ха-ха-ха, а это я, ха-ха, замечательно, скоро убрётся, ха-ха-ха. В последнее время всё чаще вспоминают бесконечно мемный остров сокровищ. Вот это твои 700 тысяч, что ли? А вот первый мульт из так называемой пиратской трилогии режиссёра Черкасского Почему-то редко кто упоминает Приключения капитана Врунгеля Мемности и абсурда в нем было не меньше Чем в Острове Сокровищ Ну если только чуть-чуть Про отсылки и комичных персонажей Я вообще молчу Но это только пока Ведь именно персонажи в мультфильмах Давида Яновича Создают всю атмосферу с легким налетом абсурда И артхауса От изначальной истории о капитане Врунгеле Авторства Некрасова Черкасский оставил лишь главных персонажей И отдельно взятые эпизоды Остальное тут было лихо добавлено На злобу дня в процессе производства Тут тебе и пародия на популярного Тогда Джеймса Бонда в лице суперагента 00x Сюжетная точка опоры В виде кражи статую Венеры Милосской И кругосветная регата Как основа Смотрится это все на одном дыхании Хоть и разбили сериал на 13 мини-серий Остров Сокровищ же поделили на два фильма Что в моем представлении Удобнее для просмотра в один подход Практически все герои картин Несмотря на их роль в сюжете Умеет расположить к себе Ну, кроме пью из острова Этот гражданин и сейчас Меня заставляет чувствовать некий негатив Я тебя выдержу Весьма гумозный чел А вот казалось бы Отрицательные итальянские гангстеры Джулика Бандита и Деля Вора Гангстерита Добавляли некие нотки комедии И боевика И притягивали внимание детей к экранам Несмотря на то, что пели о таких непотребствах Как ежедневный алкоголизм и кражи Кстати, в противовес им в сюжет был введен английский джентльмен И сын своей эпохи Суперагент 00X Подозрительно похожий на будущего доктора Ливси Еще в детстве я заметил, что агенты Ливси имеют некие визуальные сходства Оба англичане Оба их шикарная улыбка и отменный смех Оба так или иначе имеют отношение к военной службе И умеют вести бой Возможно, Черкасский использовал опыт прошлых работ Но хочется верить в пасхалки И возможное родство между картинами И собственно между данными персонажами Ливси является джентльменом А джентльменом до 19 века Было абсолютно зазорно работать руками Врачи тоже делились на благородных джентльменов И обычный люд Благородным доктор мог считаться Если он не относился к специализациям По типу дантиста и хирурга Ну то есть, грубо говоря, если никого своими руками не резал Это возможное объяснение Почему Ливси ни в книге, ни в мульте Никого толком и не вылечил по-настоящему Вопросов добавляет факт, что Ливси участвовал в битве при Фонтенуа Хотя в то время врачи в Британии Не имели права участвовать непосредственно в боевых сражениях Может потому, что профессия доктора джентльмена Для него всего лишь прикрытие А сам он относится к секретным службам И вообще является дальним предком агента 00x Вот это я загнул Возвращаемся к агенту и к цели его введения В повествование капитана Брунгеля Тут он мальчик для битья Который, по его же словам, должен был добавить В сюжет с Венерой некий детектив Но детектива чё-то я не увидел Ведь с самого начала было показано, что Венеру украл Фукс А если вы со второй серии не поняли Кто есть шеф гангстеров То у меня для вас плохие новости Но вот расследовать-то и нечего Поэтому всё, чем занимается агент Это постоянно мешает гангстерам и пытается их арестовать Да и вообще, 00x был введён в повествование совсем для иных целей В отличие от острова сокровищ, где сценаристы не стеснялись на потеху толпе Изничтожать персонажей пачками Стилистика капитана Брунгеля не позволяла проворачивать такие финты Да и ограниченный круг персонажей ставил определённые рамки И тут-то на помощи подоспел бессмертный и одновременно уязвимый английский джентльмен И все 13 серий он страдает от рук гангстеров в различных изощрённых формах Да вы только посмотрите Нет, я не хочу сказать, что во Врунгеле вообще не было бездумных сливов других персонажей Одна подбитая аэролодка с гангстерами чего только стоит Ну вот этих-то парней за что отправили в открытое море? В острове сокровищ дела обстоят не менее абсурдно А местами даже более Сражения, в которых книжные герои получают серьёзные ранения Высмеиваются в мульте на все 100% Пираты тут особо не поддаются счёту Кроме совсем уж ключевых фигур И всё-таки Капитан Врунгеля рассчитан на более юную аудиторию Нежели остров сокровищ Который вообще не детский мульт Хотя история Капитана Врунгеля была наполнена крепкими итальянскими словечками А если на них ещё и цензуру набросить Так это вообще потеха А вообще и о главных героях пора поговорить Капитан Врунгель, старый морской волк и маленький выдумщик Вообще это барон Мюнхгаузен морского мира Весь мультсериал по сути является его рассказом Правдоподобности которого мы можем усомниться Но не будем Ведь так интересней В миру душнило Но праздник Нептуна при пересечении экватора Устроить всегда рад Принимая участие в кругосветной регате со своей командой Попадает в разные абсурдные ситуации Из которых выкручивается благодаря своей смекалочке И прокачанному навыку пиздец Жаль, что в экипаже беды не было персонажа по типу Ливси Дабы добавить задорного смеха и проветрить духоту от Христофора Бонифатики Но зато там был исполнительный и слегка затраможенный старший помощник Ломб Озвученный тем же Паперным Ну и третий член команды Из-за невнимательности которого собственно и происходит весь коллаб Фукс Невероятной силой человек Показывает нам чудеса эквилибристики с мраморной статуй Подбрасывая и таская ее в разных проекциях В книжной версии никакой статуи и подавно не было Как собственно и кругосветные регаты А Фукс просто попал на борт, дабы сменить амплуа Шулера на матроса Ну и уже знакомые нам мафиози Воистину культовые персонажи Порой даже кажется, что сюжет крутится вокруг них И их отношений с агентом и своим шефом Хорошими людьми их не назовешь Да и бандиты они неудачные Дико боятся, что шеф выставит их на улицу И им придется стать честными людьми Кошмар какой Оба имеют садистские наклонности Что проявляется в отношении к агенту Который был сожжен и буквально обоссан Утоплен двухтонной гирей Деформирован в коробке Раздавлен домом И это еще не конец списка Если вы еще не видели этот мульт То уж ради этих двоих его точно стоит посмотреть И спустя несколько лет Мы пришли к острову сокровищ Да, нет Сначала был второй мульт из трилогии Доктора Эболита Но мы его тактично пропускаем Сэр И идем обратно к острову сокровищ Перекладной анимации стало меньше Зато стало больше своеобразного обаяния Ну и убийств неугодных пиратов тоже больше Остров сокровищ впитал в себя опыт Всех прошлых картин черкасского И стал его главным достижением Мульт пестрит еще большим количеством Хохом, отсылок и цитат Джимми Гоккенс Очень, очень прожорлив Каждое утро охотится на маму Характер мягкий Джимми Гоккенс мало того, что очень, очень Хороший мальчик Еще напоминает популярные в то время фильмы Об единоборствах и прюсси-ли Мастер на все руки И с оружием мастак И в разведке молодец Судя по тому, как он юзает ружья Он еще и на фортепиано хорошо играет В принципе, отправься он на остров в одиночку Сюжет, может быть, и не сильно-то изменился Доктор Ливси играет в сюжете роль Чуть ли не главного стратега И повторюсь снова Ну никак не толкового врача Помешан на И здоровом образе жизни Хоть в книге и сам злоупотреблял табаком Счастливый обладатель Аскала в 60 зубов И вечно хорошего настроения Этакий советский Джокер Песня про мальчика Бобби Намекающая на историю Билли Бонса в начале мульта И вовсе шедевр на все времена Имел Кобику Любил Хороший мальчик Любил и гадил В любом виде Недаром советский мульт считается лучшей версией экранизации В детстве Всего театра абсурда просто не понимаешь И только в сознательном возрасте Начинаешь хохотать со всего что происходит на экране Как бы стильно и новаторски не смотрелись Живые фоны и реальные вставки Но добавлены они были из-за банальной нехватки времени И ради упрощения рабочего процесса Отсюда же вытекают и другие множественные ляпы и косяки Наподобие съеденной сигары И появляющихся исчезающих бутылок Но нет Ни в коем случае не хочу сказать Что это как-то испортило картины Наоборот придало некое обаяние И ламповость человеческого распиздейства В хорошем смысле слова Оба мульта воистину вышли культовыми И моментально были расхвачены на цитаты Что же из этого лучше? Судить сложно Да и можно ли вообще выбирать? Оба произведения наполнены уютом И в меру приправлены юмором Поэтому в комментариях можете написать свое мнение А насчет связи Ливси с секретными службами Задумайтесь Годная теория Огромное спасибо за актив на прошлом видео Я даже не ожидал Что всего вторая работа Сможет так зайти И практически всем понравится Для меня это очень много значит И дает стимул продолжать в том же духе И даже с большим усердием Заранее огромное спасибо И увидимся в следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok